Вести Карачаева, Черкесия В Москве состоялась встреча руководителя региона Рашида Тимрезова, заместителем председателя правительства России, куратором Северокавказского федерального округа Александром Новаком, в ходе которой глава проинформировал о реализации проектов и программ, имеющих социальную и экономическую значимость для республики. В частности, доложил о пяти прорывных проектах, включенных в модель социально-экономического развития Карачаева-Черкесии в сфере туризма, садоводства, развития зеленой генерации и добычи полезных ископаемых. Обратил внимание, что в регионе ведется активная инвестиционная деятельность. Среди крупных инвесторов – группа компании «Домоте», реализующая в регионе проект по производству баранины. Карачаева-Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСАФ начнет работу круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В центре будут проходить пятидневные учебные сборы, участники которых будут познавать основы военной службы. Ожидается, что к учебным сборам будут привлекаться старшеклассники, а также учащиеся колледжи и профтехучилищ. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Центр будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе, также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества, также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие. Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе, и целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаева-Черкесии, Иршина Бориспевича и Тимрезова, это минимум 900 человек в год. Это школьники Карачаева-Черкесской республики, 9-10 классов, чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карачаевской республики, именно с точки зрения школьника. Механизм следующий. Первое. Управление образованием районов, муниципальных районов и городов Карачаевской республики направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард». Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс. С 13 по 15 мая в республике пройдет форум для молодежи «Дни карьеры в Карачаевой-Черкесии», задачей которого является расширение информационного поля студентов о тенденциях спроса на рынке труда, а также обучение выпускников приемам самопрезентации и трудоустройства. Программа будет включать лекционные, тренинговые, досуговые мероприятия с участием экспертного сообщества, представителей органов исполнительной власти субъекта, а также руководящий состав крупных предприятий. В музее Центра военно-патриотического воспитания «Черкеска» наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений без срока давности и Республиканского конкурса сочинений «Моя республика в судьбе моей семьи», приуроченного к празднованию 100-летнего юбилея со дня образования Карачаева-Черкесии. Все участники награждены дипломами и ценными призами. После завершения торжественной части ребята были приглашены на экскурсию по Музею Центра военно-патриотического воспитания. Впервые Всероссийский конкурс молодежных проектов в этом году пройдет в Карачаево-Черкесии на базе высокогорного форума «Махар». Подготовленный проект стал победителем конкурса Федерального агентства по делам молодежи. Об этом рассказал ректор университета Таусултан Узденов. «Наш проект, имеющий достаточно богатую интересную историю, уже на всероссийском уровне признан. Заявка наша прошла, поддержанная. Теперь на базе этого форума, Махарского форума, будет проводиться форум по отбору социальных значимых проектов, молодежных проектов. Это очень престижно для молодежной политики нашего университета, естественно, для нашей республики. Хочу поблагодарить наше министерство молодежной политики». В Карачаево-Черкесии появятся творческие лаборатории для школьников, где они смогут изучать подвиги воинов-интернационалистов. С помощью творчества старшеклассники постараются передать глубинный смысл истории и рассказов о подвигах участников боевых действий. Работа уже проведена в рамках проекта «Героями не рождаются ими становятся». Ее уже поддержали в президентском фонде культурных инициатив. Главной задачей – это развитие творческих способностей старшеклассников, их навыки, коммуникации и сохранения исторической памяти. Строительство обновленной детской школы искусств ведет в Черкесске с опережением графика, поэтому ее двери распахнутся перед юными музыкантами уже в этом году. В обновленной школе искусств, в частности, появится звукозаписывающая студия, залы для хореографических постановок, операторская, многофункциональный зал, классы для индивидуальных занятий и современный актовый зал на 182 посадочных места. Об этом рассказал начальник отдела капитального строительства и ремонта мэрии города Равельтикиев. В мэрии города Черкесска учтены все особенности и потребности учеников, желающих заниматься музыкальным творчеством, искусством, и при проектировании данной школы были учтены все пожелания, а также архитектурный вид здания, чтобы сочетался к современному стилю. Новый уютный сквер появится в этом году в Черкесске вблизи многоквартирного дома номер 62 на проспекте Ленина. Проект, который будет реализован в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», весной прошлого года поддержало большинство горожан в ходе организованного Минстроем России рейтингового голосования. Площадь сквера 5000 квадратных метров. Здесь появится качественное плиточное покрытие, современное освещение, благоустроенное цветниками и деревьями зеленая зона, лавочки, урны и другие парковые элементы. Совсем скоро постояльцы дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов в Черкесске переедут в новое здание. Оно построено по соседству со старым, но является абсолютно современным и качественно оборудованным корпусом. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора дома-интерната Ольга Пригунова. Все условия, предусмотренные для проживания и мобильных граждан, и немобильных граждан. Ну, что нужно отметить? Здание это рассчитано на 80 жильцов. Сегодня у нас 52 жильца. Но вместе с тем мы понимаем, что, к сожалению, бывают такие ситуации, когда приходится определять пожилого человека в дом-интернат. И, естественно, это уже с учетом нового здания, это уже есть резервные места, какая-то перспектива. У нас на сегодняшний день проживающих 52 человека, из них 25 мужчин и 27 женщин. Среди них у нас лежачих 11 человек, 3 колясочника и маломобильных 18 человек. Новости из оперативного штаба. Сегодня, 12 мая, в Карачаево-Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Общее количество выявленных случаев составило 45 924. 44 677 человек выздоровели, 984 человека скончались от коронавируса. 12 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Следующие длинные выходные пройдут с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России. Праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся три дня, затем четырехдневная рабочая неделя. В соответствии с новым постановлением правительства страны, в этом году при расчете нуждаемости для получения выплат на детей доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным не будет учитываться. Это позволит не только расширить круг получателей мер социальной поддержки, но и повысить ее размер. К 77 годовщине Победы участники-инвалиды Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. По словам управляющего региональным отделением пенсионного фонда Аслана Озова, на ежегодную выплату направлено 340 тысяч рублей и получили ее 34 участника Великой Отечественной войны. Продолжается прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет. При этом назначать пособия будут с 1 апреля, то есть подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за 2 месяца, за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет. Комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. Важным условием для получения пособия является размер доходов семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей средний душевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Базовый размер выплаты 50%, в среднем по стране это 6150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособия назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума ребенка. Если с учетом и этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи останется ниже прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка. Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут получать только одинокие родители, и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума ребенка. Как получить паспорт России в 2022 году? Правила и сроки оформления документа, о порядке действий при первичном получении документа, а также его плановой замене расскажет начальник отделения информации и общественных связей МВД по Карачаево-Черкесии Евгения Узденова. При достижении возраста 14, 20 и 45 лет у гражданина Российской Федерации появляется обязанность в получении и замене паспорта удостоверяющего личность. В соответствии с действующим законодательством подать документы по вышеуказанным основанием возможно со следующего дня после наступления события, то есть дня рождения. Паспорт может быть оформлен не раньше следующего дня после даты рождения. Вместе с тем обращаем внимание жителей Карачаева-Черкесии, работников финансовых и иных организаций, что паспорта, выданные в день рождения гражданина, в соответствии с ранее действовавшими нормативно-правовыми актами являются действительными. Напоминаем, что подать заявление на получение государственных услуг можно с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Спортсмен из Карачаевой-Черкесии Амаль Джандубаев стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет весовой категории до 60 килограммов. Амаль также попал в основной состав юношеской сборной команды страны. Отмечу, что претендентами на победу в его весовой категории были 48 спортсменов из разных субъектов России. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаевой-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер в западной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов. В горах местами плюс 7-12, выше 3000 метров лавина опасна. В Черкесске без существенных осадков ветер в западной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 21 градуса. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаева-Черкесия. До новых встреч!